Актуальное интервью Вообще скажу, что это для меня впервые в моей практике. Если в 93-м году мы проходили процедуру референдума, которая предусмотрена федеральным законодательством по принятию Конституции Российской Федерации, то вот внесение изменений в Конституцию и порядок голосования по внесению этих изменений не был предусмотрен и под него разработали свой специфический порядок. Именно на внесение данных изменений. Такая уникальная сейчас истерический момент в принципе. Можно так сказать, потому что такого, я говорю еще раз, за мою практику не было. Это впервые. Ну и естественно для того, чтобы как можно больше людей приняло участие в голосовании, чтобы как можно больше охват произошел. Видимо этим, я объясняю это этим, предусмотрена такая возможность голосования до дня голосования, которое началось с 25-го числа. С 25-го по 30-е. Ну и естественно 1-го июля в сам день голосования. И также с 25-го по 30-е и в 1-го июля можно проголосовать вне помещения для голосования. Для чего нужно обратиться или в участковую, или в территориальную комиссию. Ну я так понимаю, это вызвано не только желанием привлечь массово людей, но еще и особенностью эпидемиологической ситуации в стране. Ну тут у нас совпало два, скажем, таких знаменательных событий. И изменения, и коронавирус на нас напал. Неожиданно из Китая, как говорят. Поэтому да, да. Еще и плюс это связано с вот этими процедурными моментами. Вся линейка, скажем, безопасности граждан предусмотрена. На входе в участок и температурку померяют, и дезинфицирующими средствами побрызгают, и перчатки дадут, и масочку дадут, вплоть до ручки дадут индивидуально. Одноразовые. Одноразовые, да. Вы ее можете оставить себе на память. То есть, я так понимаю, что в этом и специфика подготовки была, да? И подготовки, и это связано с тем, о чем вы говорите, именно с борьбой. И для нас здоровье граждан в первую очередь. И несмотря на то, что мы проводим столь значимые мероприятия, мы заботимся и их здоровье. Еще такой аспект новый, да. Обычно наблюдатели у нас от политических партий, но он присутствует на участке. А как здесь? Кто наблюдатели? Есть ли они? Это вы затронули другой момент, который тоже предусмотрен этим порядком проведения голосования. На нем им предусмотрено, вернее, выдвижение наблюдателей только от общественных палат. Общественная палата субъекта и общественная палата Российской Федерации вправе выдвигать наблюдателей, поскольку это не избирательная кампания, в ней не участвуют политические партии и самовыдвиженцы. Соответственно, здесь они, скажем, субъектами выдвижения наблюдателей не являются. Наблюдатели выдвигают только общественные палаты. Опираясь на ваш опыт, я понимаю, что прогноз – дело неблагодарное, но все-таки, если анализировать, насколько высокой может быть явка, люди, насколько активно... Давайте прогнозировать я ее не буду, но скажу так, что хотелось бы, чтобы пришло как можно больше народа, чтобы мы все-таки реальную картину увидели. Да или нет? Чего хотят люди? Совершенно верно. Чем больше придет, тем реальнее картина будет, тем реальнее это. Если брать все, скажем, федеральные выборы, то есть те, которые организуются на федеральном уровне, у них явка, конечно, довольно-таки высокая, за 60% даже где-то. Да, как правило же, чем крупнее... Чем крупнее выборы, тем идет больше агитация, тем больше идет информации в средствах, массовой информации, простите за тавтологию, в печатных изданиях, тем, соответственно, люди больше знают и слышат, и, соответственно, откликаются на это. Чем ниже, тем, соответственно, ниже идет и информированность населения, и активность, и так далее. Есть надежда, получается, на хорошие... Есть, есть. Я думаю, что да, потому что, во-первых, и период большой, все-таки практически неделя. И все-таки, раз федеральное это все-таки мероприятие, то я думаю, что... Тут уже, да, тут нет шансов сказать, что я был занят на работе, проспал, неделю можно как-то распределиться, да? 25 июня уже мы с вами упомянули, что дан старт голосованию. Ну, как мы видим, первые проголосовавшие есть, и их немало уже. Как по-вашему, вот все-таки больше людей проголосует вот в эту отведенную неделю предварительную, или отложат на 1 июля, чтобы как-то вот в унисон пойти? Хочется, хочется верить, что придут до, потому что не зря мы это... Равномерно, да? Да, для равномерности, для безопасности, для обеспечения сохранности. Но все-таки, поскольку речь идет о дне голосования 1 июля, боюсь, что 1 июля все-таки больше будет. Это мои просто предположения. Как на самом деле это все обернется? Ну, покажет время, да. Вот знают ли люди, куда идти? Понятно, что большинство табликов уже свои участки знают, помнят, идут по них по привычке. Не было ли изменений, чтобы вот еще успеть людям это донести? Куда идти? Практически все участки сохранили свою старую прописку. Практически все участки находятся там, где и были. За исключением маленького нюанса, у нас очень активно растет 15-й микрорайон. И один из участков, мы в 15-м микрорайоне, практически все жители 15-го микрорайона пойдут именно туда. Это здание новой школы в 15-м микрорайоне. Мы один из участков из 10-го микрорайона перенести в 15-й микрорайон. Все остальные участки находятся по своим местам. Если вдруг есть сомнения у людей, куда же им идти, как узнать, где ты голосуешь? Проще простого. Есть сайты администрации, сайт областной избирательной комиссии, сайт центральной избирательной комиссии. На всех этих сайтах есть окошечко под названием «Найди свой участок». Нажимаете на него, заполняете поля с адресами, и он вам выдает, где ваш участок, адрес его и даже телефон. А есть вариант, куда-то позвонить для тех, кто по старинке предпочитает? Есть вариант. Территориальная избирательная комиссия всегда на связи. 24-66-61. Мы готовы ответить, посмотреть, где ваш участок. И на этот вопрос и не только, я так понимаю. И не только на это. И по порядку, скажем, и еще какие-то вопросы у кого будут обязательно. Все, что интересует. Понятно, с табаляками им проще, в принципе, в этом вопросе. Как быть людям иногородним, которые, конечно же, у нас имеются, и людям с временной пропиской, вот особенно всегда этот нюанс? Нюанс с временной пропиской всегда возникал, всегда оговорился, но временная прописка, она и есть временная прописка. Есть основная регистрация у гражданина по месту жительства, и он там будет включен в списки по основному. Но у нас, как и еще одна из особенностей данного порядка голосования, мы с 5 июня проводили перезакрепление людей с участка на участок. То, что в народе называется открепительный талон. Ну, называют его, да, открепительный талон, но это не совсем правильная терминология. Мы перезакрепляли человека с его участка, где он зарегистрирован, на тот участок, где он сможет прийти проголосовать. Очень много таких было. Сколько? 260, порядка 260 человек. Это я еще не беру тех, сейчас не скажу, которых перезакрепили к нам в других регионах. Например, мы из города Тобольска открепили 6 человек в другие муниципальные образования Тюменской области. То есть они были в Тобольске, но в день голосования они будут в другом месте. Они перезакрепились во другое муниципальное образование. Как быть все-таки, возвращаясь к теме коронавируса, который уже нас никак не оставляет и мы обойти его стороной не можем, как быть людям, которые все-таки опасаются контактов и в самоизоляцию соблюдают и хотят посидеть дома и не ходить? Ну это то же самое. Это вопрос о голосовании вне помещения для голосования. Меры безопасности там точно так же будут соблюдаться. Минимум контактов практически нет. Комиссия не пойдет, не будет входить в жилище. Все произойдет. Не будет? На лестничной площадочке позвонят, человек выйдет, ему через пакетик передадут заявление, которое он заполнит, вернет заявление, получит бюллетень, внесет туда свое мнение и бюллетень опустит в переносной ящик для голосования. То есть это может каждый, вот раньше, да, в обычные выборы это можно сделать тем, у кого, ну как, там, маленький ребенок, там, ходить. Формальный, может быть, какой-то повод должен был быть, да, то есть я в силу своих физических возможностей, возрастного ограничения не могу прийти, то на, в этом порядке такого нет ограничений. Сейчас можно не стесняться, в принципе. Не стесняться, можно любому человеку без объяснения причин, каких-то объяснений, каких-то оправданий своему решению не надо. Можно прийти и голосовать. Вопрос такой личного характера. Сами вы уже проголосовали или вы планируете это сделать? Нет, я еще не хотел. Еще не успеваете? Планируете это сделать? Я думаю, что, скорее всего, я, как тот, пойду именно первого числа. Замыкающим. Все-таки 1 июля день голосования, я пойду, скорее всего, в 1 июля потом голосовать. Ну и давайте, наверное, призовем еще раз Табаляков, все-таки, скажем, чем же важно вот это голосование и почему надо идти? Вот вы же для себя, ну, понятно, вы, председатель, идти к вам вроде как полагается, но, тем не менее, как человек. Я всегда говорил, есть глубокомысленное философское изречение, которое звучит так. Лучше сделать, а потом жалеть, чем не делать и так же жалеть. Поэтому надо идти, сделать свой выбор, поставить отметочку в бюллетене, опустить его. А потом, может быть, жалеть, а может быть и не жалеть. А потом время в багаже, да? Да. Ну, в любом случае, это такой отличный шанс для всех поучаствовать в уникальном, еще раз говорю, историческом моменте. Конечно, а через 5-10 лет будет рассказывать своему сыну, внуку, я вон, я тогда, вон, тогда, вон, смотри. А ты еще нет, а может и не будет никогда у тебя. А я там был, а я там галочку ставила. Да, да, а у тебя, может, и не будет никогда уже этого в жизни. А я вот был, я участвовал, я участник этого события. Это тоже немаловажно. Оно и воспитательное, и этот, ну и… Ну и вообще, наверное, надо людям напомнить, что Конституция – это основной закон страны, на основе которого уже остальные все формируются. Это база. Это первый кирпичик. На этом кирпичике все здание стоит. И первый кирпичик, он очень важен. Всегда, да, строители знают, что под первый кирпичик там и монетку клали. На счастье. На счастье, да, или еще что-то. То есть, и сейчас продолжается, посмотрите, закладывается какое-то, они туда капсулу вкладывают, там еще что-то. Символическое. Да, символическое. Так и здесь Конституция – это, да, это тот фундамент, на котором все наше зиждется. Поэтому пойдемте все закладывать дружно фундамент, друзья. Спасибо вам за разговор. У нас в гостях был председатель территориальной избирательной комиссии города Тобольска Александр Поляков. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!